Сыновья и дочери Болеют Может дети не понимают Но вы ведь старайтесь Чтобы они выздоровели У одного нашего пастора Сын родился немножко умственно отсталый И 12 лет он какал в постель Было очень тяжело Из-за этого родителя Пастор передает слово Люди получают спасение А потом возвращаются домой Видят какой сын И он впадал в отчаяние Однажды я передавал Евангелие И к нам пришел Один человек общаться И когда я общался Его сын так громко кричал И не слушался Я немножко был зол Что он мешает общаться Но поскольку я передаю Евангелие Я же не мог слиться И поэтому я терпел После того как гость ушел Я вышел из кабинета И тогда этот мальчик Начал на меня нападать Я достал ремень И ударил по спинке стула Тогда этот ребенок испугался Тогда я понял Ага, он понимает, что такой страх Отец его Наругал своего сына За то, что какал в постель Знаете, когда я начал рассмотреть Его душу Какое у него бросалось в сердце Мама с папой Да? Ладно, когда 12 лет Но когда ему 30 лет будет Если он будет в постель Ходить в туалет Что с ним будет? Обычно в туалет когда ходят? Не сразу же ночью какают Правильно? В основном рано утром Хочется пойти в туалет Детям И когда они какают И приседают в постель Тогда никто не ругает Ему становится удобно за это Его отец начал бить своего сына За то, что какает Знаете, то, что родители наказывают своих детей Не считайте, что это плохо Ведь когда у нас есть проблемы Мы даже проведем операцию Правильно? Мы ведь даже операцию проводим Если честно, наказание Сможем поменять Плохие привычки детям Как будет хорошо? Знаете? Хотя он умственно отстал Он понимает, что нужно Кричать и прятаться за мамой Тогда мама начала говорить Дорогой, зачем ты бьешь нашего сына? Он ведь не понимает И тогда наш служитель Тоже начал колебаться Как же быть? Но потом Все равно Он начал наказывать своего сына За то, что он ходит в туалет В постель Однажды даже маму Он выгнал из комнаты И наказывал И прошло некоторое время После утреннего собрания Служитель зашел в комнату И видит сына нет в комнате И что делает сын? Сын смотрит в унитаз В туалете И улыбается Знаете? Это, конечно, я так подумал Что же произошло? Например, у него внутри Начинает происходить борьба Сходить мне в туалет В постель Или же как? До туалета 3-4 метра Лучше встать И пойти Да, понадобилось Очень много времени Но впервые Пошел самостоятельно В туалет И потом После того Он сходил в туалет В унитаз Ему стало так приятно Отец Увидев такого сына Он расплакался Отец Да, может Ему удобно Ходить в постель В туалет Но Родители же Думая о будущем Своего сына Сердце их разрывается 9 лет В 11 12 20 Если ходят в постель Представляете Какие будут проблемы Когда мамы С папой не будет Как он будет жить? Страшно представить А ему же Да Не хочется пойти в туалет И поэтому Ему легче Пойти в туалет В постель Понимаете, да? Теперь Конечно Прошу прощения Что я говорю Потом А вас Конечно Я уверен Что из вас Никто уже не ходит В туалет В постель Может в детстве ходили Но сейчас уже нет Господь Бог Для того Чтобы сделать Нас более светлой Жизнь вести Чтобы вести Нас более правильной Жизнь Он начинает Нас руководить Господь Бог После того Избрал Авраама Своим народом Затем Господь Бог Начинает У него Развивать веру Развивать веру Как Авраам Думает Авраам Он думает По-человечески И поэтому То, что ему Понятно По-человечески Он принимает Если непонятно По-человечески Он не принимает Допустим Вы ездили На велосипеде И приобрели Автомобиль Вы начинаете В первую очередь Учить Водить машину Как заводить Автомобиль Затем Как вести Сцепление Как нажать на газ Управлять машиной Да, опасно Страшно Но вы же Учитесь этому Знаете В Америке Говорят Чтобы ни в коем случае Мужи не учили Своих супруг Водить машину Да Это стало Очень популярно Среди Корейского Населения В Америке Потому что Чаще всего В Америке Разводятся Тогда Когда муж Учит супругу Свою Водить машину И потом Они ругаются И потом Это доходит До развода Я тоже Знаете Корейские дороги Автомобильные дороги Они немножко опасные А в Америке Чуть попроще И поэтому Я хотел Помочь моей супруге Научиться Водить машину Я сказал Вот дорогая Садись за руль Я буду рядом сидеть И мы едем Конечно Моя супруга Она не настолько Хорошо чувствует Как я И говорит Стой 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 Тормози Тормози Тогда моя супруга Удивилась И говорит Зачем ты так Кричишь на меня Я сказал Как Ну Ты должна уметь Выслушивать Никто из вас Не соглашается Да Злится Из-за того Что я Немножко начал кричать Но Вот представляете Что будет Если я в машину Попадет в аварию Естественно Я не могу кричать Я говорю Стой 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 Она говорит Не надо кричать Я же уже Волнуюсь Поэтому Я подумал Да Наши супруги Забочий Забочисть Забочисть О моей супруге Чтобы она Получила права Я готов Заплатить За ее учебу Однако Поскольку Она не понимает Модуш Невозможно научить Зачем лишний раз Ругаться Кричать Друг на друга Из-за этого Поэтому Я сказал Дорогая Все Давай Не буду Больше Тебе учить Водить машину Все Хорошо Конечно Простите Да Я говорю Про мою супругу Спокойно Да Если я о вас буду Говорить Вы скажете Что вот пастор Та нас так говорит Но Господь Бог Чем тот уровень Который у нас есть Этот мальчик Кто мне рассказывал Ему ходить в туалет В постель Очень удобно Однако Отец Почему не оставляет Его ходить в туалет Да В постель А наказывать за это Потому что Отец Да Его сердце разрывается Когда видит Как его сын Ходит в туалет В постель Сейчас Его сын стал Намного здоровым Однажды Его ко мне привели Мы сказали Пастор Он не слушается Я сказал Что? Что? И я сделал Страшное лицо Я ведь страшно Когда я делал Серьезное лицо Тогда Он Начал слушаться Наши дети Да Если они хотят Это не значит Что все Что они хотят давать Нужно научить Их сил Самообладания Чтобы они научились Себя ограничивать В той или иной Ситуации Сегодня В Южной Корее Рождают только Одного ребенка Максимум двоих Но Именно это Становится Одной из самых Серьезных проблем Общества Потому что Если будет Один ребенок То отец Понимаете Все равно Он отец И поэтому Он не может Хладокровно Поступать По отношению К своему сыну Да Может наказывать Однако Все равно Намного будет Закрывать глаза У моего сына Родить Потому что Потому что Они перестают Слушать маму Тогда Мой первый Он самый Высокий В своем Классе Помню Что я Был самый Низкий В своем Классе А он Самый Высокий Я тоже Должен Был Стать Высоким Но к сожалению Мы очень сильно Голодали Да Честно Многие Из моего поколения Низкие Ростные Потому что Голодали Говорят Что Мой младший Внук Будет Вырастить До 190 Сантиметров В школе В последнее В последнее время Он постоянно Занимается Спортом Я не говорю Но первое время Он начал Заниматься Рукопашным Боем И Старший Обнимает Младшего И начинает Сильно Нажимать На него Тогда Младший Говорит Брат 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 Прости Больше Не буду Тебя дерзать И Сразу Определяется Кто старший Кто младший Когда Трое Будет Детей То У них Будет Очень Хорошее Отношение Между Людьми Знаете Говорят В семье Где много Дочерей Красивой Дочери Почему Не потому Что Да А Младший Начинает Учиться У старших Да Как Нужно Украсить Тебя Если Вы Будете Рожить Только Одного Ребенка Тогда Этот Ребенок Станет Очень Проблемым Поэтому Если Младше 60 То Я желаю Родить Двоих Троих Еще Моих Внуков Беру Максимум 200 Долларов Удастся Чтобы Угасить Конечно У меня Будет Денег Чтобы Угасить Всех Этих Детей Есть Жизнь Которую Предпочитают Дети И Также Есть Жизнь Которую Хотят Дать Им Родители Естественно Дети Хотят Жить Такой Жизнь Которая Будет Им Удобно Однако Отец Конечно Может Просить Когда Дети Совсем Маленьком Возрасте Как Дай Писет В постель Могут Просить Но Когда Они Вырастают Уже Отец Не Может Это Допустить Потому Что Сын Ему Будет Жить В Обществе При Неходимости Будет Наказывать Да Так Лучше Чем Представляете Вот Когда Сын Женился Потом В следующее Утро Просыпается Жена Спрашивает Дорогой Что Это Что За Какашка Она Говорит Я Вообще Такой Всегда Был Тогда Это Будет Представляете Какая Серьезная Проблема Будет Это Проблема Это Будет Ответственность Лежать На Родителей Такого Мужа С Этой Точки С С С Господь Бог И Люди Конечно Немножко Отличаются Но Тот Метод Мышления Который Есть У Человека Полностью Неправильный Несоответствует С Тем Способ Мышления Который Есть у Господа Бога Поэтому Ходи В туалет По-большому Для меня Ходить в постель Здесь Ничего страшного Нет Даже Если Я буду Ходить В постель Ребенку Кажется Здесь Ничего Плохого Нет Но Для Взрослого Это Неправильно То же Самое Когда Господь Бог Смотри На Нас Он Хочет Нас Благословить И Хочет Сделать Нас Хорошими Великими Людьми Для Этого Он Показывает Тот Мир Что такое Духовная Жизнь Это Не Просто Усердно Молиться Хорошо Читать Библию Много Пожертвовать Добрые Дела Я Не Говорю Чтобы Вы Не Жертвовали Понимаете Кто-то Говорит Что Мы Не Приносим Десятину Да Может Кто-то Не Приносит Но Есть Те Которые Приносят Все Это Нужно Делать Однако Послушайте Господь Бог Он Любит Нас Вы Хороший Университ Вы Закончили Культурный Вы Даже Если Вы Так Однако В глазах Господа Бога Это Не Так Понимаете В глазах Господа Бога Это Никак Если Вы Достигнете Уровня Господа Бога Вы Совсем Будете Видеть Новый Мир Я Моя Жизнь Испытывала Разные Трудности Через Которых Я Смог Научиться В Вере Тогда Когда Мне Что-то Нужно Было Я Молился Господу Богу Когда Я Молился Господу Богу Мне Казалось Что Бог Не Отвечает Мне На Молитву Тогда Эти Молитву Можно Сказать Людям Если Я Скажу Человеку Это Значит Я Не Доверяю Господу Богу Что Бог Даст Другими Славами Это Не Вера Нужно Уповать Только На Господа Бога Когда Мы Поехали В Акукто Я Помню Что Почти Девять Месяцев Живя Там Я Много Раз Видел Как Господь Бог Помогает Мне Однако Было Одно Что Было Очень Тяжелым Для Меня Это Тогда Когда Родился Мой Сын Тогда Мы Жили В городе Тегу На улице Падон Церковь Была Совсем Маленькая Где-то Тридцать Человек Задень До Этого У нас Закончилась Пища И Сестринства Закончились Вечером Мы Жили В Однокомнатной Квартире И Один Человек Пришел К нам Слушать Слово Я Начал Передавать Евангелие О упрощении Грехов А Моя Супруга Тоже Она Сидела В углу Комнаты Беременная В положении Находится И где-то В 10 часов Вечером Мы закончили Общаться Потому что Гость Получил Спасение Знаете Я вам точно Скажу Что если Вы будете Передавать Евангелие Люди Получат Спасение Тогда Вы сможете Пребросить Такую радость Которую Нигде В этом мире Не сможете Увидеть Потому что Помните Через такого Меня Кто-то Получил Спасение Что Какие Наслаждения Есть в этом мире Алкоголь Гольф По сравнению С такими вещами Тогда Когда Вы Передаете Евангелие Духовное Войну Ведете И потом Этот человек Получает Спасение Тогда Радость Которую Вы Оттуда Получаете Это Намного Лучше Чем Любая Квартира Любой Дом Любая Машина Когда Я Служил В армии Еще Рядовым Я Много Передавал Слова Да Были Многие Трудности Часто Голодал Были Тяжести В армии Но Когда Солдаты Получают Спасение Знаете Я был Так Счастлив Всю Жизнь Даже Если Мне Придется Прожить Как Родовой Солдат Но Совсем Мне Не будет Обидно Когда Я Закончил Службу Армию И Выходил Из Моей Военной Части На Прочередине Трех Лет Я Видел Господа Бога Который Удивительным Образом Помогал Мне Поэтому Если Я Буду Жить С Таким Таким Господом Богом То Даже Если Окажусь В Пустыне Самары Я Смогу Выжить Даже Если Окажусь В Южном Полюсе Я Смогу Выжить Такая Душа У меня Образовалась Когда Я Получил Спасение Все В чем У меня Была Нужда Я Никогда Не Говорил Человеку Если Бог Да Если У меня Нет Веры Что Бог Мне Да Тогда Я Буду Говорить Людям Поэтому Я Не Говорил Людям Однажды Я Ехал В Машине У меня Не Было С С С Тридцем И Брат Который Ехал Со Мно Он Спрашивает Как Вы Можете Ехать За Рулем Не Имея Средства Я Сказал Ну Как Есть Бензин Что Машина Не Поедет Разве Как Даже Если Нет Денег Ничего Страшного Поеду Машина Заправлена Тогда Брат Спрашивает Пас А если Вы В Аварию Попадете Я Сказал Слушай А чем Ты Говоришь Ты Представляешь Какое Незабываемое Впечатление Ты Сможешь Получить Если Попадешь В Аварию Не Имея Средств Да Даже Если Когда У меня Не Будет Денег Я Попаду В Аварию Раз Я Не Смогу Выбраться Из Этой Ситуации Смогу Выбраться И У У У У У Свидетельство Как Бог Действовал Когда Мы Были В Акум Тол Ни Чан Пали И В Армии То же самое Веря В Тридцать Вон Тогда Когда Мне Нужны Были Марки Чтобы Отверг Письмо Бог Дал Когда Я Был Голод Бог Мне Давал Пищу Каждый Раз Во Всем Бог Действовал Знаете Вы Если Чуть Чуть Ближе Станете Господу Богу Вы Сможете Увидеть Что Господь Бог Он Всегда Со Мной Вот В общем Гость Получил Спасение И Вернулся Домой Вечером Я Его Проводил Да До Ворот Когда Я Вернулся Я Был Так Рад Но Когда Я Вошел В комнату Большина Начала Ругаться Самый Радостный День Тогда Когда Кто Получает Спасение Через Нас Она Ругается Я Подумал Почему Она Так Злится Она Что Дьявол Как Она Может Ругаться Потом Она Говорит Зачем Говорит Столько Лишнего Всякого Да Она Говорит Но Когда Я Говорю Слово Надо Чтобы Этот Слушатель Понял Что Я В 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 Слушаюсь До Той Тем Если Нужно Два Раз Три Раз Скажу Одно То же Самое Чтобы Дошло До Этого Человека И Поэтому Понадобилось Несколько Часов На Общение Моя Жена Начала Злиться И Потом Оказалось Почему Она Злится Когда Я Начал Передавать Евангелие У Него Начались Боли Однако Она Поняла Что Если Я Скажу Что У Начались Боли Тогда Муж Перестанет Передавать Евангелие Поскольку Она Жена Служителя Она Терпела Добрая Да Супруга Моя Она Терпела Терпела И Ей Кажется Что Я Постоянно Говорю Вся Лишнее Да Ей Кажется Что Надо Передавать Сразу Евангелие А Я Говорю Много Лишнего И Поэтому Начали Злиться Я Сказал Ой Дорогая Прости Пожалуйста В следующий Раз Я Буду Вот Так Проверить Евангелие И Закончивать Между Супругами Да Может Быть Ссора Ничего Страшного Главное Чтобы Потом Открывали Душ И Отделились Но На тот Момент У нас Не Было Совсем Средств Ни На Дорогу Не На Того Чтобы Пойти В больницу Совсем Не Было Денег Моей Душе Да Появились Такие Бысли Вот В нашей Церкви Есть Братья Которые Отвечаются Финансами Точно В Церкви Наверное Есть Средства Можно Позвонить Им Однако Да Позвонить Это Очень Просто Если Я верю Что Господь Бог Ответит Мне На Молитву Я Ж Не Должен Звонить Да Позвонить Будет Просто Никто Не Будет Другаться За То Что Я Позвоню Или Позвонить Какой-то Сестра И Сказать Вот Сестра Знаете У Моей Жены Начались Боли Как Мне Быть Тогда Все Рано Я Все Так Служитель Братья Се 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 Приготовят Средства Для Того Чтобы Можно Было Вылечить Отвезти В больницу Но Я Хотел Увидеть Как Бог Слышит Мою Молитву И Это Был Самый Тяжелый Момент В моей Жизни Помню Час Ночи Два Часа Ночи И Тогда Я Узнал Что Боли Не Просто Так Приходят Они Приходят И Уходят Сильнее Становятся И Слабее Многие Мужчины Об этом Плохо Знают Благодаря Моей Супруге Я Тогда Очень Ясно Узнал Я Увидел Что Частота Становится Все Быстрее Быстрее И Я Думал А Вдруг Так Родится Ребенок Как Мне Быть Господи Но Я Все Равно Хочу Уповать На Тебя Я Не Хочу Смотреть На Человека И Так Потом Прошло Время Настало Одна Молодая Сестра Тогда Я Тоже Был Совсем Молод 32 По-моему Но Эта Сестра Которая Неделю Наверное Назад Получила Только Спасение Она Хотела О чем-то Мне Сказать И Рано Утром Начала Узнавать Где Я Живу И Приехала К нам Она Пришла К нам И Видит Что Мои Супруги Начались Боли До Сих Пор Я Не Помню Из-за Чего Эта Сестра Так Рано Утром Пришла К нам Домой До Сих Пор Я Не Узнал Она Увидела В каком Состане Моя Супруга И Что Она Говорит Дорогая Женослушитель Знаете Я работал Акушеркой В больнице В городе Пусан И у меня есть Право Принимать роды Потерпите Немножко И Вдруг Она Куда-то Побежала Что Невозможно Было Увидеть Йонгук Прибежала С Какой-то Сумкой И Так Родился Мой Сын Йонгук До Сих Пор Когда Я Вспоминаю Тот День Господи Ты Ведь Приготовил Но Я Не Верил В Тебя После Родов Да Она Видит Что На кухне У нас Ничего Нет Эта Сестра Выбежала Принесла Рис Купила Говядину Купила Морскую Капусту И Где-то В 11 Часов Дня Мы Так Позавтракали Уповая На Господа Бога Да Появляется Часто Душа Что Даже Если Я Буду Молиться Богу Бог Не Поможет Мне Но Если Мне Кажется Не Получается Тогда Я Использую Другой Способ А Что Значит Использую Другой Способ Это Значит Что Я Не Верю В Бога Но Господь Удивительным Образ Я Видел Как Он Помогает Мне Мы Поехали Путешествие По вере Без Денег И Мы Целый День Голодали Знаете Девять часов Вечера Уже Все Легли Спать Куда Бы Мы Не Стучались Нас Никуда Не Принимали И Поэтому Ночью Да Мы Шли По Дороге Идем Видим Что На Дороге Кто Лежит Пьяный Мужчина Он Лежал На Дороге Если Он Будет Дальше Лежать Его Может Сбить Машина Поэтому Мы Его Подняли Хотя Было Темно Темно Мы У Него Спрашиваем Где Ваш Дом Он Ге Ге Еле Еле Он Стоял На Ногах Мы Двоем Держали Его По Бока И Начали Вести Мы И так Были Голодные Уставшие А Что Самое Сложное Что Мы Идем Он Говорит Потом Моя Обувь То Есть Обувь Где-то Упала На Дороге И Представляете Темно Везде И Мы Несли Его И Мы Готовы Были Побить Его И Так Уже Два Три Раза Он Терял Обувь Свою Слава Богу Мы Дошли До Города Канзан И Он Уже Начал Приходить В себя И Уже Мог Более Менее Ходить Когда Мы Пришли К Этой Деревне Под Лампой Собраны Собрались Молодые Люди Проводили Время И Один Из Ни Сказал Отец Ты Только Сейчас Приходишь Получается Отец Пошел На рынок На Ярмарку И Не Вернулся Такого Позднего Часа Поэтому Сын Переживал Начали Спрашивать Где Мы Его Подобрали И Мы Сказали Что Вот Отец Ваш Был Пьян И Подобрали На Улице И Подумали Что Будет Опасно Если Он Будет Дальше Лежать Тогда Поэтому Привели Тогда Его Начал Так Благодарить Нам Мы Пришли К Нему В гости 12 Часа Ночи И Для Нас Приготовили Еду Хотя Мы Уставшие Да Но Все Так Мы Братья Мессийской Школы Да Нужно Проповедовать И Поэтому Один Спит Рядом А Другой Передает Слово И Потом Поменяемся И Потом Меняемся Передаем Слово Потом Нас Накормили Легли Спать А На следующий День Его Принес Билет На поезд В Тегу И Мы На поезде Поехали В Тегу Я Видел Много Раз Как Господь Бог Действует Но Не Только Вопрос Денег Или Подобные Вопросы Тогда Когда Мы Верим В Иисуса Христа Дело Доброе Дело Участливое Собрание Это Основа Главное Чтобы У вас Была Жизнь Построена На вере В Господа Бога Вот Чему Хочет Господь Бог Научить Потому Что Тогда Нам Будет Нам Удобнее Жить С Господом Богом Господь Бог Авраам Бог Дать Сына Когда Ему Было 30 Лет Или Когда Ему 40 Было Однако Сария Было Уже 90 А Авраам 100 И В этом Пожилом Возрасте Господь Бог Дает Сына Среди Женщин Есть Женщины Которые Могут Зачать Их Родили До того Как Закончится Месячное Так Вот У Сары Уже Женственное Прекратилось И Она Уже Не Может Родить Ребенка Саре 90 89 Лет Когда Саре Было Авраам 99 Между Ними Было 10 Лет Разницы А Тажды Господь Бог Явелся Авраам И Говорит Твоя Жена Сара Родит Сына Тогда Господь Бог Хочет Чтобы Мы Поверили И Невозможное Не только Возможное Потому Что Бог Тогда Будет Решать Наши Жизни И Невозможные Вещи Господь Бог Может Безгранично Благословить Нас Многие Люди Бог Показывает Смотри Этот Человек Человек Божий Чтобы Увидели Как Он Получает Благословение Наша Церковь Отличается Других Церквей В чем В других Церквях В основном 10-20 лет Ходят Церковь Но Остаются Гришниками Я Раньше Хотел Во Многой Церкви Потому Что До 19 Лет Я Хотел Тоже В Другой Церковь И Я Много Согрешил Однако Я Не знал Как Можно Получить Прощение Грехов Мне Говорили Нужно Покаяться Хорошо Я Покаялся Я Покаялся Ну А дальше Как У меня Ведь Не Получается Получить Прощение Грехов Я Покаялся Я Покаялся Я Покаялся Но У меня Не Получается Просить Грехов Что Мне Делать Нужно Иметь Плоды Покаяния А Как Получить Плоды Покаяния Тогда Он Сказал Нужно Попросить У всех Перед Кем Ты Провинился Прощение И Тогда Я Для того Чтобы Менеть Плоды Покаяния Я Позвал Одного Моего Друга Вечером Когда Уже Темнеть Начало Всегда Я Легко С ним Общался А в Этот День Я Так Серьезно К Нему Обращаюсь Поэтому Мой Друг Испугался Но Перед Знаете Там Действительно Я Не Мог Сказать Друг Я Обманул Тебя Прости Меня Я Не Мог Сказать Я Его Повел Да В темном Месте Тогда Он Говорил Нет Не Надо Давай В Светлом Месте Все Хорошо Идем 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 И Очень Серьезно Он Воспринял Эту Ситуацию И И Испугался И Потом Мы Взошли Там Немножко За Сено И Я Сказал Друг Вчера Я Тебя Обманул Прости Пожалуйста Он Думал Что Что Серьезное Будет А Когда Услышал Что Я Говорил Ты Что Идиот Что Ли Так Мне Стало Стыдно И Подумал Так Тяжело Иметь Плоды Покаяния Да Ладно Подобные Вещи Я Могу Попросить Прощения Но В детстве Знаете Когда Ты Как Говоришь Хотя Я Тоже Был Слабым Но Если Ребята Кто Был Слабее Меня Я Говорил Эй Купи Мне Что Вкусное Тогда Они Мне Покупали Как В этом Я Могу Не Попросить Прощения Я Говорил Все Я Не Могу Попросить Прощения Скорее Сего Я Попаду В ад Я Уже Решил Для Себя Что Я Умру Потому Что Как Бо Я Старался Поверить У Мне Не Получалось Получить Прощение Грехов После Того Как Я Получил Прощение Грехов Я Начал Читать Библию И И Искал Во многих Местах Да О Прощении Грехов И В книге Левит Обнаружил Прощение За Грех Вот Как Получаем Прощение Грехов Вот Как Грех Очищается Вот Как Бог Оправдывает Меня Как Бог Называет Что Я Чист Когда Я Это Узнал Я Был Удивлен И После Этого Мы Начали Проводить Селеф Когда Много Тысяча Две Тысяч В Кении Три Тысяч Пятьсот Человек Собирается Перед Ними Я Передаю Слово И Они Удивляются В России Когда Я Передавал Слово То Когда Говорил О Прощении Грехов Они Удивляются И Час Спрашивают У Меня Пастор Скажите Как Вы Так Просто Можете Говорить О Прощении Грехов Для Меня Получить Прощение Грехов Казалось Так Тяжело А Вы Так Легко Объясняете Пастор Я Сказал Как Это Возможно Если Вы Будете Знать Тогда Будет Легко Если Не Знать То Сложно Если Не Знаете Что Так Прощение Грехов То И Вы Не Можете Освободиться От Грехов И Других Не Можете Научить Скорее Да В Христианстве Ведь Самое Главное В Прешествие Иисуса Христа Это Прощение Грехов Иисус Христос Умер На Кресте И Умер За Нас Как Это То Что Иисус Совершил Очистил Да Кто-то Говорит Я Молился На Горе И Огонь Зашел На Меня Ерунду Говорят В общем Получить Прощение Грехов И Принять Огонь Это Совсем Разные Вещи Да Никакого Толка О том Что Мы Принимаем Огонь Не Будет Нашим Спасением Но Кто-то Хвастается Говорит Что Я Принял Огонь Однажды Я поехал В Африку Общался С Одним Получили Спасение Он Сказал Что Я В армии Сел 7 лет За Веру Это Спасение Я Сказал Нет Это Вы В тюрьме Сидели А не Спасение Не Делами Мы Получаем Спасение Я Сказал Ему Тогда Он Переспросил Пастор Вы Когда-нибудь Сидели В тюрьме Сказал Нет Я Не Сидел В тюрьме Никогда Было Время Когда Я Работал В тюрьме Учил Людей Слово Но Не Сидел Тогда Он Говорит Пастор Вы Думаете Что Только Я Нахожусь В тюрьме И Страдаю Нет Моя Семья Мои Дети Мои Супруги Они Жили На Улице Подбирали Что Нибудь С улицы Для Того Чтобы Пропитать Себя И Вы Хотите Сказать Что Это Не Спасение Я Сказал Библии Написано Что В Царствие Небесное Мы Идем Не Делами А Вы Говорите Сейчас Дела Никакими Делами Мы Не Можем Попадеть В Царствие Небесное Вера Должна Быть Вера Во Что Что Тогда Когда Я Верю Что Кровь Су Христа Очистила Мой Грех И Я Получил Прощение Грехов Когда Мы В это Веруем Тогда Это Есть Спасение Просто Признать Что Он Очень Важно Чтобы В душе Это Произошло Десять Двадцать Тридцать Раз Я Читаю Библию И Потом Я Смог Обнаружить В Библии Упрощение Грехов В книге Левит А Как Почему Бог Говорит Что Он Отчитывал Грех Белестника Когда Я Эту Истину Понял Моя Душа Стала Очень Спокойно Я Думал Сначала Что Я Наверное Живу В деревне Сунсан Поэтому Никто Не знает Это Слово В городе Тегу Все Будут Знать Поэтому Я Поехал В город Тегу И Начал У всех Служителей Спрашивать Но Никто Не знал О Прощении Грехов Я Думал Наверное В Сеуле Хоть Кто Знает Потому Что В Сеуле Есть Много Умных Служителей Но К сожалению Ни в Сеуле Никто Не знал Когда Мы Начали Говорить Что Получили Прощение Грехов Что Мы Прав Тогда Начали Называть Что Мы Еретики Я Сказал Почему Проблема В том Что Мы Говорим Что Мы Получили Спасение Если Получили Прощение Грехов Значит Мы Должны Стать Чистыми Если Ты Получил Прощение Грехов И Остался Черней Тогда Толго Того Что Мы Получаем Прощение Грех Нельзя Чтобы Грех Оставался Он Очистил Наш Грех Белестник Совершенным Образом Но К сожалению Никто Не Мог Понять Так Евангелие А Журналист Газеты Тэго Он Сказал Давайте Пообщаемся Пастор Да Конечно И Журналист Спрашивает У меня Пастор Расскажите В чем разница Между Месси Гуньёс И Других Церквей Я Сказал Ой Господин Журналист Как Я Могу Одним Словом Об этом Сказать Он Сказал Пастор Но Все равно Постарайтесь Хотя бы Вкратце Сказать Разницу Главную Я Сказал Это Очень Сложный Вопрос Потом Я Сказал А Вы Ходите В Церковь Он Говорит Нет Никогда Не Ходил В Церковь А Вы Слышали О том Что Иисус Умер На Христе Вот Об Этом Да Я Слышал А Для Чего Он Умер На Христе Вы Слышали Да За Наш Грех Он Знает Наши Гуньёс Мюшен Да Мы Говорим О том Что Иисус Христос Умер На Христе За Наш Грех Я Очистил Наш Грех И Мы Говорим Что Мы Праведники Однако Других Церквях Говорят Что Бог Не Очистил Полностью Наш Грех Поэтому Мы Остаемся Грешниками И Это Самое Большое Различие Тогда Этот Корреспондент Спрашивает У меня Правда В других Церквях Говорят Что Они Грешники Я Говорю Да Вы Спросите У Ваших Знакомых Верующих Тогда Он Спрашивает Правда Люди Которые Верят Иисуса Христа Они Говорят Что Они Грешники Но Вы Сами Спросите У Ваших Знакомых Что Они Говорят Пастор Скажите Тогда Во Что Они Верят У Меня Спрашивает Журналист Да Поставили Крест Но Во Что Верят Ведь Крест Что Символизирует Что Иисус Христос Умер На Кресте И Очистил Наш Грех Да В тот День Журналист Очень Хорошую Статью Написал О Нас И В первой Странице Да Религиозных Статей Да Извините О деле Культуры Если Я не Ошибаюсь Да Кроме Объявлений Место Для Объявлений Да Везде Была Написана Статья Обо Мне На Следующий День Он Мне Позвонил Сказал Что Много Служителей Ему Звонили И Начали Разбираться Я Им Сказал Пастор Что Я Журналист У меня Есть Право Писать То Что Я Считаю Правильным Я Написал Все На Что Просто Пастор Отвечал Мне Что Здесь Неправильного В общем Он Испытал Некоторые Трудности Из-за Того Что Взял Интервью Меня Однако Что Главное То Что Мы Ходим В Церковь Это Не Значит Что Верим Бога Из-за То Что Мы Много Молимся Или Жертвы Много Это Не За Что Мы Верим В Господа Бога А Главное Чтобы Мы Верили В Иисуса Христа А Этот Иисус Христос Он Умер На Кресте За Нас В Исаии Написано 53 глава 5 стих Но Он Извязнен Был За Грехи Наши Мы Чем За Беззакония Наши Наказание Мира Нашего Было На Нем И Библия Написано Ранами Его Мы Исцелились Ранами Его Мы Исцелились Наказание Мира Нашего Было На Нем И Он Извязнен Был За Грехи Наши Очистил Он Мой Грех В Американской Республике Собрались Много Служителей Я Стал Перед Ними И Сказал Во Время Слова Что Я Праведник Тогда Они Начали Удивляться Я Пастор У нас Есть Вопрос К Вам Я Говорю Спрашивайте Пастор Разве Вы Не Грешили Разве Вы Не Воровали Скажите Честно Они Думают Что Я Говорю Праведник Потому Что Я Не Грешил Если Я Не Согрешил Никогда Зачем Мне Верить В Иисуса Скажите Я Согрешил Много Раз Я Воровал Яблоки Хурму У Соседей Что Соседать Невозможно Я Злой Человек Грешник Я Тогда Он спрашивает Это как Вы Можете Сказать Что Вы Праведник Я Сказал Да Я Согрешил Однако Если Иисус Не Очистил Мой Грех Значит Я Грешен Если Он Очистил Мой Грех Значит Я Праведник Разве Не Так Вот Такие Вопросы Служители Мне Задавали Я Колокольню Смывать И Красил Красил И Потом О чем Я Подумал Если Я Отпущу Сейчас Эту Руку Я Умру А Вдруг Если Я Сейчас Умру Поскольку Я Умер Делать Дела Господа Бога Может Бог Меньше Будет Наказывать Меня Ерунда Конечно Но Об Этом Я Подумал Слава Богу Что Я Не Отпустил Руку Потому Что Если Отпустил Руку Сразу Попал В Ад Когда Я Читал Библию Я Открыл Книгу Левит И в книге Левит Рассказывается О жертве За грех И там Очень ясно Говорится О нашем Грехе Как Мы можем Получить Прощение Грехов И Господь Бог Если Он Оправдает Меня Значит Я Правда Я Говорю Что Наше Понимание И понимание Господа Бога Полностью Отличаются Поэтому Не надо Нашими Пониманиями Понять Бог Прав или Нет Никодим И пытался Понять Господа Бога Как Родиться Свыше Так Надо Было Спросить Что Значит Родиться Духом Водой Духом Не так Спрашивает Никодим А как Он Застемливался В том Что Прощение Он Что Говорит Что Как Можно Войти В возрасте В снова Трубу Мамой Иисус Говорит Если Не Родиться Свыше Не Увешаешь Царство Небесное Никодим Не Может Совсем Понять Господа Бога То есть Направление Мышления Иисуса Христа И Никодим Полностью Отличаются Если же Мы Как Бы Мы Доброе Не Делали Мы Уже Согрешили Поэтому Нашими Добрыми Делами Мы Не Можем Получить Прощение Мехов Мы Должны Были Уже Погибнуть И То Проклятие Которое Я Должен Получить Ту Смерть Которую Я Должен Получить Иисус Христос Уже Взял Аминь Крымлян В 4 главе В 15 стихе Написано Но он Изязан Был За грехи Наши И Воскрес Для Оправдания Нашего Который Предан За грехи Наши Воскрес Для Оправдания Нашего То есть Иисус Говорит Вот Посмотри На след Моей Руки Этот След Был За то Чтобы Очистить Грех Уксупака Посмотри На раны От терния На голове Я За Уксупака Получил Уже наказание Посмотри На след Мой Уже Я получил Наказание За Грех Уксупака Говорит Бог Наш Правильно Это касается Не только Уксупака Но и Ваш Грех Грех Всех Людей За Грехи Всех Нас Он Уже Совершил Конец А что Он совершил На кресте Он Уже Совершил Искупление Наше И Умер Аминь Мы поем Гимны Что За Твой Грех Чтобы Он Очистил Твой Грех И Не Вас Помянет Поем Гимны С такими Словами Удивный День Удивный Час Когда Христос Очистил Мой Грех Поем Такие Гимны Его Кровью Мы Получили Прощение Грехов Поем Такие Гимны А потом Говорим Что Мы Грешники Представь Бог Запутается Только Что Пели О том Что Получили Прощение Грехов Потом Говорим Что Нет Мы Грешники Не Так Мы Должны Верить В Иисуса Христа Мы Должны Верить Что Крест Иисуса Христа Был Для Того Чтобы Пролить Кровь За Нас И Его Кровь Весь Наш Грех Не Просто Как Попало Но Весь Грех Который Мы Помним Не Помним Весь Грех Который Совершил Уксупак На Кресте Иисус Уже Все Очистил Именно Поэтому Уксупак Является Чистым Так Нам Говорит Писание Что Мы Оправданы Библия Говорит Что Мы Оправданы Аминь Когда Мы Читаем Библию Есть Очень Много Драгоценных Слов Я Во Христе Иисусе Начал Жить И Через Иисуса Христа Я Получил Большую Благодать Получил Спасение Когда Читаю Библию Господь Показывает Мне Слово И Когда Я Пишу Это Слово Которое Мне Показывает Я Удивляюсь Иногда Вот Что Мое Сердце Трепечет За Удивительное Слово Которое Он Мне Дал Все Согрешили И Лишены Славой Божией Но Искуплением Во Христе Иисусе Даром Получили Оправдание Господь Бог Говорит Вам Да Мы Ничего Не Делали Но Поскольку Это Благодать Нам Не Надо Ничего Делать Если Мы Прилагать Наши Руки Не Получится Иисус Христос Сам Очистил Уже Наш Грех Чтобы Нам Ничего Не Нужно Бы Делать Если Мы Будем Прикасаться Тогда Оно Станет Хуже Хуже И Не Будет Милостью Только Иисус Христос Должен Сделать Потому Что Иисус Может Совершенным Образом Очистить И Говорит Что Оправдан Если Бог Оправдал Значит Мы Оправданы Аминь Знаете Служители В Домиканской Республике Послушав Слово Они Начали Удивляться Потом Поднялись На Кафедру Начали Обнимать Меня И Говорить Что Вы Наш Отец Распишитесь В книге Начали Просить Чтобы Я Сфотографировался И Много Сыновей У Много Появилось Да Есть Молодые Люди Возраста Моего Сына Кто Младше Кто Старше И Всегда В их Церкви Я могу Передавать Слово Они Очень Тепло Нас Встречают Дорогие Братья И Сестры Не Только Словами Но Давайте Будем Верить В Кровь Иисуса Христа Иисус Христос Уже Получил Наше Наказание Бог Оправдывает На кресте И Он Уже Оправдал Нас И Верую В Это И Потом В следующем Этапе Нашей Жизни Да Верить В То Что Если Мы Будем Молиться Господь Будет Отвечать На Нашу Молитву Братья Сестры Некоторые Болеют Если Так Веруешь Тогда Сможешь Исцелиться От Болезни Если Будем Общаться Так Братья Которые Умирают Когда Веруют Слово То Они Действительно Исцелялись Именно Есть Такой Удивительный Мир Веры Я Видел Как Многие Люди Которые Умирают Исцеляются Я Видел Как Бог Исцеляет Болезнь Рак Я Видел Как Господь Бог Удивительным Образом Действует Да Просто Не Просто Ходите В Церковь Но И Внутри Вас Господь Бог Хочет Действовать Хочет Делиться Сердцем Вашим Бог Хочет Действовать У нас Для этого Господь Бог Не в молодости Дал Ребенка Но Тогда Когда Он Не мог Родить По Человечески Именно Невозможное Совершает Бог Невозможное Превращает Возможное Да Аврам Не мог Родить Ребенка Но Господь Бог Именно В этом Возрасте Тогда Когда Невозможно Было Дал Слово И Он Поверил В это Слово И Увидел Диани Как Господь Бог Дает Ему Сына И Это Касается Не только Аврама Господь Бог Хочет Чтобы Каждый Из Вас Научился В вере Не надо Использовать Такой Человеческий Способ А Посмотрите Как Господь Бог Говорит Слово Да Может Этот мир Невозможно Нам Понять Сразу Но Точно Я Уверен Что Господь Бог Хочет Показывать Бог Который Воскрешает И Мертвого Лазаря Бог Который И Множество Болезней А Бог Говорит Веруй В Меня Я Буду Тебя Действовать Поэтому Оставьте Ваши Мысли Веруйте В Слово Господа Бога Тогда Вы Старите Аврамом Нашего Времени Который Во всем Получил Благословение А Получил Прощение Грехов Я Тоже Хочу Получить Благословение Я желаю Чтобы Получить Благословение И Через Это Чтобы Многие Люди Также Хотели Прийти Господу Богу Чтобы Многие Видя Как Братья и Сестры Грехов Получают Благословение Говорили Что Я Тоже Хочу Поверить Господа Богу Я Тоже Хочу Ходить В Эту Церковь Потому Что Братья и Сестры В Эту Церковь Они Видели Это Когда Они Придут И Услышат Слово Тогда Господь Бог Будет Действовать И Господь Бог Уже Вести Нас В Удивительный Мир Я Желаю Чтобы Вы Поверили В Это Тогда Господь Бог Своей Силой Будет Действовать В Вашей Жизни И Господь Бог Я Верю Что Он Будет Благословлять Вас